В нескольких километрах от города Гал, в селе Хьяцха, живет 102-летняя долгожительница Нателла Кулбая, по мужу от Живанидзе, дочь которой на днях обратилась в администрацию за помощью. Расскажите, кто и когда обратился к вам за помощью? Понедельник подходила ко мне, помогите, мне нужна помощь. А кто? Пенсионер 102 лет. И мы решили сюда прийти и узнали, как ее дело. За это подошел ко мне, чтобы им помочь надо было. Столетняя женщина говорит, ко мне никто не подойдет, и хоть как-нибудь чуть-чуть помогите. В Костик-долгожительнице мы приехали с представителями администрации района, чтобы узнать, как живет и в чем нуждается Нателла Бараевна. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами была в Костик-долгожительнице. Я была в Костик-долгожительнице, потому что не мог быть уходить. Я не могу жить, где я. Со всеми годы она не оставалась без внимания и помощи близких людей. Вырастила шестерых детей, у которых уже свои внуки и дети. И сейчас она не живет в одиночестве. За ней ухаживает ее дочь Манана. Но жизненные трудности вынудили ее обратиться за помощью. Нателла Кулбая редко отдыхает дома, читает без очков, редко пользуется палочкой, навещает соседей и угощает гостей персиками, которые не ленится собирать сама, невзирая на солидный возраст. Несмотря на свой почтенный возраст, Нателла Адживанидзе до сих пор помогает дома по хозяйству, собирает персики, накрывает на стол и даже кормит курей. По словам долгожительницы, несмотря на то, что она пережила две войны и распад Советского Союза, никогда не падала духом. Костей встречала с бодрым настроением и доброй улыбкой, хотя перенесла много трудностей и испытаний. Тяжелое детство, послевоенная юность, многолетний непосильный труд от зари до зари. Удивительно, но труженица тыла до сих пор помнит все, что пришлось пережить и выдержать. Я не знаю, что есть, что есть, что есть, что есть, что есть. Глядя на энергичную, добродушную бабушку с лучистыми глазами, которая провожала нас, думалась об одном. Какая же она все-таки счастливая, дожила до почтенного возраста, в жизни не болела, корень не видела. Что еще нужно для счастья? Любовь родных и близких и элементарный достаток, которого у нее сегодня нет.